Лишение индивидуальности или отражение единого духа учебного заведения. После недавнего случая на Ставрополе, когда в одной из школ разгорелся конфликт из-за ношения в классах ученицами-мусульманками хиджабов, тема школной формы стала одной из самых обсуждаемых в обществе. В Волгограде немало школ, где форма стала уже обязательным атрибутом, но единого мнения и среди учеников, и среди их родителей по этому поводу все-таки нет. Все за и против. Мы теряли Мария Иванченко. История школьной формы в нашей стране начинается с 1834 года, когда был принят единый закон о государственных мундирах. Коричневые платья и белые фартуки остались в памяти не только тех, кто заканчивал учебное заведение в советские времена. Многие выпускницы для последнего звонка стараются достать именно такие. Но все же у современной формы другие фасоны и цветовая гамма. 15 лет назад первые унифицированные костюмы надели ученики 3-й гимназии Центрального района. Сейчас черный сарафан и жилетки и пиджаки – обязательный элемент гардероба школьников. Обязательным элементом праздника 1 сентября в ИВАД гимназии у нас есть номер, который мы называем дефиле формы. Дефиле формы обязательно готовим на общешкольных родительских собраниях. Мы показываем образцы формы перед родителями в первых классах. То есть вопрос формы, он постоянен. Для того, чтобы форма отличалась от других учебных заведений, в 3-й гимназии даже придумали свой логотип. Жилетки с нашивкой одевают здесь и по праздникам, и в будние дни. А вот в 19-й школе форму пока ввели только в начальных классах. Старшеклассники относятся к идее одинаковой для всех одежды неоднозначно. Кому-то может быть привычнее в такой форме школьной, кому-то в обычной. Она должна была тогда быть молодежной, чтобы, если бы ученики ее носили, она должна им нравиться быть, удобной должна была. И чтобы и учителям нравилось то, что опрятный вид, чтобы был. Средняя и старшая школы. Здесь, конечно, надо вести диалог. Потому что и родители, и дети имеют разное мнение. Многие родители за. Многие, наоборот, говорят, что это как бы нивелировать будет детей, во-первых, вот эта проблема. А вот плюс денежные затраты. Дополнительные затраты – это уже аргумент со стороны родителей, на чьи плечи ляжет приобретение школьной формы. И хотя многие учителя поддерживают идею ее введения, в Министерстве образования региона подчеркивают, принуждать детей к ношению формы недопустимо. Решение должно приниматься Советом школы только исходя из мнения всех учеников и родителей. К слову, сам руководитель ведомства считает, что форменная одежда полезна во многих смыслах. Многие школы, вводя форму, дополняют ее какими-то особыми знаками, отличиями, которые показывают, что ученик относится именно к этой школе. И мне кажется, для каждого ученика это предмет особой гордости, что он учится в таком образовательном учреждении, и причастность к его традициям, к его духу. Мне кажется, это очень и полезно, и в то же время практично. К тому же, педагоги школ, где форма уже стала постоянным атрибутом, уверяют, что на проявление индивидуальности учеников ношение формы никак не сказывается. Ведь чтобы выделиться, есть множество других способов, например, участие в олимпиадах, спортивных или творческих проектах. Мария Иванченко, Александр Шишин, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.